вот всех приветствую всем видим античное здание довольно слабая этаж нормальный хожу я в него довольно частенько но сейчас не частенько раньше ходил даже внимание не обращал тут видим двери как-то низковатые тут еще интересно ну в общем-то под античное здание сделано хотя нижний этаж похоже он есть античный сейчас я его обойду с другой стороны посмотрим что тут по-другому все как-то что-то надо научиться этим пользоваться сейчас мы посмотрим отсюда тут уже идет возвышение уже двери выше окна ниже тут уже просто окна что мы тут видим интересного тут собираются его ремонтировать тут кругом сверху кирпичи торчат здесь окна видите они как глубоко уходят довольно глубоко в общем целый этаж под землей здесь уже это не знаю то ли наводел то ли как но кирпичи мы видим отчетливо везде кирпичи но будут ремонтировать еще одно снимем тоже в общем тут оказывается кучка что-то вроде раньше проезжал здесь даже внимания не обращал сюда ходишь как бы здесь контора смотрим следующую контору вот рядышка вот здесь явно наводел такой вот это первое хотя этаж тоже под землей это социальное здание там ну целый этаж в общем под землей не знаю сколько метров пару метров наверно точно под землей еще не известно сколько его отрыли а вот следующее вот это вот коричневая уже гораздо интереснее здесь вот нижние окна подозреваю вот этот верх тоже как в том здании тоже из кирпичей а нижний вот этот известняк вот этот вот таки такой вход просто огромные двери просто огромные и замурованные в общем но явно как бы не нужен здесь вход данное время там и окна он есть замурованные которые не нужны ну глубина вот кстати по ступенькам но здесь вряд ли мы сориентируемся по моему там гораздо ниже когда-то я туда ходил здесь как бы очень низко но видно что дверь очень маленькая то есть я там головой наверно ударюсь если в полный рост буду идти так ладно пойду до следующих зданий еще посмотрю тут есть еще парочку интересных тут окна какие-то замурованные там явно было большое окно потом сделали два потом одно замуровали сверху тоже было одно большое когда-то нижние вот такие ну в общем то все как везде а тут даже вот под откопали немножко видно сколько тут сантиметров 60 70 откопано еще чтоб окно как бы побольше было вниз такой же звездняка вот нижний камень как-то ровно резанный чем-то возможно он уже но вот новый посмотрим с этой стороны он так конечно кирпичная меня больше интересует не знаю там есть вход нет сейчас пройдусь посмотрю но здесь тоже вот низ с известняка хотя вот видите камень как обработанный тоже интересно чем его так подрезали интересно по крайней мере я точно такой резьбы не знаю подрезанный потом отколотый в одну сторону откол идет сверху тоже кирпич ты вот уже явно ремонтировать собираются в общем целый этаж снова под землей она пойду похожу вокруг следующего там я хотя отсюда он даже видно что там окна тоже под землей вон они но это еще не то вот более следующего то не интересует там большие окна заложены все переделаны вообще непонятно сейчас будем посмотреть ну вот тоже похоже нижний этаж точно был наверно скорее всего античным окна прикольно ну там вот я даже с этой стороны дороги вижу что там окна приблизим как везде арочные окна вот такое огромное окно не знаю какая там глубина сейчас вокруг обойдут здесь сверху мы видим вроде арка огромная похоже как будто такое огромнейшее окно было бы нам здесь сделали четыре сверху маленькие сверху маленькие что-то тут старое осталось что-то новое самое интересное здесь немножко далее тут мы видим внизу огромнейшие окна когда-то были просто огромные потом их переделали вот в такое загрузочные какие-то там темно не буду даже фонариком туда светить думаю вот этого будет достаточно посмотреть вот здесь глубину метро метро так ну три с половиной наверное примерно глубина хотя можно и туда чуть-чуть заглянуть да вон просвет там есть чуть-чуть очень глубоко очень глубоко не знаю для чего было так строить подавальное помещение самое интересное что вот все-таки стены стен это из кирпича здесь отчетливо видно что они из кирпича меня вот это всегда смущает что кирпич ничего не стоил вроде наверное пойду с другой стороны посмотрю вот это вот другая сторона а вот ворота они явно как-то и не туда и не сюда но если учесть там что еще внизу где-то около четырех метров тогда становится как-то совсем непонятно что тут для чего для чего из кирпича толстые стены под землю фундамент фундамент из кирпича получается где-то около трех с половиной четырех метров ладно пойду далее на этом здании к сожалению вовнутрь нету входа вот я уже практически круг дал осталась одна сторона с той стороны я сомневаюсь что есть вход все то же самое входа нету к сожалению ладно пойду я пока тут ворота не закрыли то еще меня закроют я просто воспользовался случаем что ворота открыты я зашел на территорию пошел я дальше тут даже замуровали просто бетоном ну вот еще довольно красивенькое здание официальный стоит 1909 год не знаю но вижу по окнам там минимум метра два два с половиной под землей еще не известно насколько это точно подвал входа нету ну вот год они так прилепили вот там где-то сверху так сейчас сделаю приблизить вот так видно ну вот такие здания в моем городке тоже есть конечно это не магдебург там поинтереснее надо поискать какого он года этот домик посмотрите какие идеальные кирпичи вот на нижнем окне они просто идеальные я как-то подходил таким кирпичами их постукивал они как керамика обжиг у них высшего качества потом форма посмотрите для арки и вот тут сверху уже где закладывали вот это огромное окно это уже явно более новый кирпич который как вы видите быстро довольно разлагается вот сбоку мы видим старый а заложили уже более свежим вот это огромное окно интересно интересно получается все таки это такое огромное окно было и его скорее всего закладывали мы здесь интересно вот этот кирпич вот свежий видимо он подсыпается уже местами его дали еду здесь здание вот этот темный кирпич он чисто как керамика не знаю не знаю вот такие уголками его как его заранее делали или уже по месту готовили какие кирпичи дело в том что если он как керамика то он можно сказать вечный кирпич а сверху вот это уже свежий кирпич здесь мы видим окна как бы заложены а там уже вот закладка где что-то похоже на как на плитку и цвет даже немного другой темнее во первых цвет и такое ощущение как будто он что-то на плитку похоже ну да ладно не буду я утверждать конечно здесь и на стене видно в окне что такой же кирпич использовался и какая тут глубина представления не имея такое ощущение что вот это темный кирпич это остатки старого а сверху уже наводил по крайней мере создается такое впечатление какая глубина там если там тоже 3,5 метра то конечно очень интересно кирпич кирпич я находил вот это я в предыдущем видео снимал там белый скорее всего из белой глины а вот этот из какой глины представления не имею ладно пойду дальше тут тоже окна заложены там проглядываются ворота к сожалению не видать но явно высокие очень высокие окна тоже явно заложены против солнца правда плохо видно но тем не менее видно с кирпичом вообще все как-то очень интересно там посмотрел примерно в середине 19 века начали станками его вроде шлепать но осталось найти там 200-300 лет здания с кирпича и посмотреть какого он качества если деревянная форма то это естественно будет отчетливо видно а если станочного производства то это станочного тоже отличить в принципе нет проблем пройдусь еще к тому античному зданию с другой стороны пройдусь все же мне непонятно вот это вот обработка камня ну допустим его откололи а затем начали края обрабатывать во-первых я не пойму идет он зубчато вот это вот зуб зуб и буквально расстояние как бы очень твердый очень твердый совершенно твердый даже почти не царапается обалдеть вообще не царапается то есть след металла остается интересно чем же его так обрабатывали что-то надо посмотреть почему вот эти углы так аккуратненько все ладно пойду с другой стороны обойду нижний как-то ну более знакомо хотя он как-то тоже интересно он как-то не похоже допустим сейчас этим резаком он камнем режется все ровненько гладко здесь как-то он негладко обрезанный какие-то вот пупырышки идут не пойму я чем его вообще резали вообще непонятно ну как вот гармошка идет как будто такое чувство что его форму что-ли из формы изъяли вполне возможно что из формы на этом сегодняшнюю прогулку пожалуй закончу вот это вот явно тут посвежее было сделано вот эта часть левая оттуда дальше уже когда-то ранее было и там целый этаж в общем-то под землей причем это здание довольно большое вот она туда идет и там все этаж под землей такое интересное здание надо обработкой камня поинтересоваться ладно на сегодня пожалуй хватит хотя сейчас еще буду до машины идти может еще че-нибудь вижу интересное ну вот отличие вот блок вот этот который я пытался поцарапать с этой обработкой причем она довольно ровная местами просто идеальная а вот это уже похоже более современная просто колотая камни вот такая вот разница у них причем углы скажу честно не знаю даже представления не имею как его могли так обрабатывать но интересно что он очень твердый его даже не смог поцарапать металл остается на камне выглядит как обычный известняк как гипс пойду дальше ну вот я наткнулся на здание опять с кирпичом белым белый кирпич тут и красный и вообще свежий кирпич есть в общем разные сейчас я подойду и пожалуй по нему и постучу как раз там я одно здание снимал там такие фигурные кирпичи очень красивые кстати размеры разные там вот я смотрел чуть меньше кирпичи тут больше вот этот он помягче чем тот был тот был вот этот как керамика красный этот белый предыдущем видео было тоже как керамика но теперь пожалуй на сегодня все не знаю тут подвал есть нету окон не видать жилой хватит